Сегодня Жанаузенский городской суд продолжил рассматривать уголовное дело в отношении еще одного бывшего Акима города Жанаузен Жалгаса Бабаханова, который обвиняется в хищении средств и злоупотреблении должностными полномочиями. По материалам следствия, ежегодно, начиная с 2005 года, между нефтяной компанией с одной и Фондом социальной защиты и поддержки населения Жанашир, являющимся уполномоченным органом Акимата с другой стороны, заключались договоры об оказании спонсорской помощи. Согласно этому документу, нефтяная компания регулярно выделяла огромные деньги на развитие социальной инфраструктуры Жанаузена. В бытности Акимом Жалгас Бабаханов часть выделяемых денег фонда расходовал по своему усмотрению. Раздавал предпринимателям, покупал квартиры сотрудникам Акимата, не относящимся к категории особо нуждающихся, приобретал автомобили разных моделей и заставлял делать ремонт в квартирах, как так утверждает следствие. По данным прокуратуры, на протяжении нескольких лет Аким и Жанаузена, Жалгас Бабаханов и Урак Сарбупеев, теперь они оба с приставкой «Экс», расхищали деньги, поступающие в общественные фонды Жанашир и Жерлыкау. Судебный процесс проходит в открытом режиме, однако в зал заседания ни журналистам, ни желающим попасть невозможно. Здание городского суда оцеплено полицейскими, по всей видимости, заседание проходит только с участием родственников бывшего Акима. Об этом рассказала одна из жителей Жанаузена, которая считает себя пострадавшей от деятельности Бабаханова, когда тот в буквальном смысле слова рулил городом. Десять лет назад она попросила в администрации выделить ей небольшой земельный участок для того, чтобы заняться бизнесом. Позже землю отобрали люди Бабаханова, говорит пострадавшая. Случайно узнав о том, что судят ее обидчика, женщина не смогла остаться в стороне и решила поучаствовать в процессе. Выступить ей не дали. Более того, в тот же день вечером к родственникам пришли четверо молодых парней с угрозами. Вчера мне позвонила сестра из Алматы и говорит, слушай, а что ты делаешь возле суда? Что там опять творишь? У меня много родственников и здесь, и в других городах. Так они, узнав об этом, звонят друг другу и спрашивают, что я делаю на суде. Так я узнала, что к моей сестре приходили какие-то парни и спрашивают у них, а что ваша сестра на суде делает? Потребовали, чтобы я молчала. После этого другая сестра позвонила, тоже боится. Пыталась меня приструнить. Мол, веди себя тихо, иначе не ровен час. Сына могут что-либо плохое сделать. У меня много других документов. Ты меня просишь показать их? Не могу, понимаешь? Даже говорить не могу. Все в городе принадлежит ему. Это 8 ТО. Это как нужно работать? Он приехал сюда в одной рубашке. Он работал начальником РСУ. Он просто сидел, сложив ручки. За него работали другие. Анатолий Александрович у него работал. А он вообще не работал. Вообще они неизвестно, чем здесь занимались, пока он не всплыл. Директором ГПКХ они искусственно разорили ЖКК, подвели ее к банкротству якобы. И создали ГПКХ. Мы не получали зарплату с 96-го года до 2000-го года. Не получали зарплату. Даже на похороны деньги не давали. Там, знаете, какая война была? Мы приходили и ругались. Кому на похороны, кому детям за обучение платить. Представляете, вот такой ажиотаж. Агесов был тогда главным бухгалтером. В общем, они деньги, которые мы должны были нам отдать, как зарплату, они выкупали в муниципальные здания, детские сады, школы, магазины бывшие. Вот все. За бесценок, мошенничеством путем. Вот так, например, детский санаторий-профилакторий Бабахановский брат выкупил в 97-м году за полтора миллиона. Сейчас у него есть гостиница, он там гребет деньги.